Хоккейный клуб Крепас принимает на своем льду Харьковский Витязь. Наши спортсмены устроили горячий прием гостям, а седьмой игрок на трибунах тому подтверждение. С первых минут матча соперники сразу бросились атаковать ворота. Несмотря на то, что Витязь находится на нижней строчке чемпионата, первая шайба была за ними. Наши спортсмены ответили двумя голами. Во втором периоде даже при преимуществе Витязя 5 на 3 оборона хозяев выстояла. И при такой игре криворожские спортсмены успели занести шайбу харьковчанам. Играли ребята все хорошо, старались, почти все выполняли задания, но слабое у нас звено защита и как бы вот это и сыграло роль. Две грубейшие ошибки. Первая шайба передача через середину, перехват. И вторая шайба тут же, когда на пятаке бросили игрока. И потом, в общем-то, это все психологически сразу ребят давит. Третья 20-минутка была довольно насыщенной. Кривбасовцы забили еще один гол Витязю, но моментально пропустили шайбу в свои ворота. Финальная сирена и счет 4-2. Кривбас вырывает победу, а Витязь остается на последней строчке турнирной таблицы. Это все. В конце получили немного ненужных удалений. Я думаю, для зрителей была игра очень интересная. Но рад, что выставили троем против пятерых, против шестерых. Есть положительные моменты. То, что мы не играем еще в полном составе, немножко сказывается. Но, тем не менее, спасибо большое мальчишкам. Отдаются, работают. И я вижу, что и зрителям нравится. Спасибо им большое, что они приходят и поддерживают нас. Несмотря на холод и игру с аутсайдером, болельщики поддерживали Кривбас как никогда. Видно, что Криворожский зритель скучал по большому хоккею. Мне игра очень понравилась, так как она была очень насыщенная. Я болею за команду Кривбас и считаю ее самой лучшей в Украине. На следующую игру Кривбас отправится в Кременчуг, где сыграет с местным хоккейным клубом. Встреча состоится 3 ноября в 18.45. Галина Гонзенко, Александр Бондаренко, Первый городской.